Любимая тема ремонта стала и для пользователей социальных сетей, особенно любимой после инспекции Тхамак Булатова, с которой он прошелся по разгромленному проспекту Мира накануне. Елизавета Курочкина собирала самые интересные позиции и мнения граждан. Она сейчас в студии. Лиза, что пишут красноярцы? Илья, ну мнений сотни, суть у них у всех одна. Люди уверены, что те инспекции, которые так активно устраивают чиновники последние два дня, делаются с целью пустить пыль в глаза. Люди спрашивают вполне резонный и простой вопрос. А где вы были раньше? Где вы были те три месяца, что уже вовсю в Красноярске идет ремонт? Сейчас зачитаю самые яркие мнения. Итак, я знаю, где они были, пишут наши пользователи в социальных сетях. Они ездили на служебных автомобилях и когда проезжали по ремонтируемым участкам, закрывали глаза, как в кинотеатре на ужастике. Добро пожаловать на проспект Мира, главную улицу города. Ее лично контролирует мэр и департамент городского хозяйства, иронизирует наши телезрители в социальных сетях. Был в Красноярске два дня. За это время не услышал ни единого доброго слова про мэрию города. И напоследок, наконец, Акбулатов вышел на улицу и посмотрел вокруг. Выкладывают люди также и забавные фотографии городских реалий. Вот, например, рекламный щит с надписью «Миллионному городу и так сойдет» и фотография Акбулатова рядом. Понятно, что это фотомонтаж, но как же он в точку? Еще хочу отметить и небольшой клип, который выложили в социальной сети после вчерашней мэрской инспекции на проспекте Мира. По сути, в нем просто слова мэра и ответы подрядчика, но также добавили телезрители, блогеры и смех, как в комедийных сериалах. Давайте посмотрим небольшой отрывок. Безбарьерной среды у нас вообще среды нет. Невозможно пройти по тротуару во многих местах на улице. Значит, срок вам до конца завтрашнего дня. Мобилизуйте сюда дополнительные силы, дополнительные подрядные организации. Сколько человек сейчас работает здесь на улице? 223 человек. Ну, этим, пожалуй, и закончим. Илья.